Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Сегодня в выпуске. Подвели итоги работы по устранению последствий непогоды и гололёда и обсудили результаты капитального ремонта на объектах культуры и спорта в этом году. О чём ещё говорили на совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Жительница Самары Римма Петрова пакует чемоданы и готовится справлять новоселье. Её дом оказался на пути строительства станции метротеатральная. И теперь она будет проживать на Красноармейской, рядом с дочерью. Они хорошо знают историю своей страны и с увлечением читают историческую литературу. В Самаре наградили победителей диктанта победы. Подвели итоги работы по устранению последствий непогоды и гололёда и обсудили результаты капитального ремонта на объектах культуры и спорта в 2022 году. Напомню, после ледяного дождя, прошедшего в Самаре на прошлой неделе, уже в ночь на 23 ноября специалисты коммунального хозяйства приступили к обработке реагентами улиц головных магистралей города, дорог и внутриквартальных проездов. Особое внимание уделялось подходам и подъездам к объектам социальной сферы. На очередном совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина, о проделанной работе отчитались главы районов и муниципальные предприятия, ответственные за порядок в столице региона. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Богатый на погодные аномалии ноябрь продолжает удивлять жителей Самары, на этот раз внезапными заморозками. А ведь чуть меньше недели назад город попал под мощный антициклон, с последствиями которого специалисты коммунального хозяйства начали борьбу еще в ночь на 23 ноября. Реагентами и песко-соляной смесью после ледяного ливня обрабатывали главные магистрали города, дороги, дворы и внутриквартальные проезды. Особое внимание уделили подходам и подъездам к объектам социальной сферы, детским садам, школам, больницам и поликлиникам. Оперативно отрабатывались обращения жителей, поступающие в соцсети. На совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина, о проделанной работе отчитались главы районов и муниципальные предприятия, ответственные за порядок в столице региона. Некоторым из них мэр города сделала ряд серьезных замечаний. Давайте пересматривать подход к работе в том числе и в Кировском районе. Неправильно это. Обсудили на совещании в мэрии и итоги проведения капремонта на объектах физической культуры и спорта в 2022 году. Ремонтные работы были организованы на семи объектах. На территории спорткомплекса «Олимп» провели ремонт уличных туалетов и умывальников. В данный момент идет обновление спортивного корпуса «Чайка», который находится в поселке Управленческий. Здесь приводят в порядок спортивные и тренажерные залы, раздевалки. В 2022 году также организован капитальный ремонт спортивного комплекса «Маяк», который находится у нас на Костромском переулке. Напомню, у нас было аварийное состояние, угроза обрушения крыши, поэтому мы прибегли к такому экстренному ремонту, несмотря на то, что мы этот объект подавали в список капитального ремонта на субсидии со стороны области в Минспорт. То есть у нас также запрос сохраняется, поэтому надеемся, что нам доведут средства, чтобы завершить этот объект и сделать из него центр единоборств. Кроме того, в текущем году выполнены ремонтные работы в четырех учреждениях – школах Олимпийского резерва 2, 13, 14 и 17. На объектах провели ремонт внутренних помещений, водопроводов обновили кровли. Работа по обновлению объектов физической культуры и спорта продолжится. Ольга Павло, Николай Пифанов, События. Работу по отселению жителей домов, попавших в зону строительства Самарского метро, поручено максимально активизировать. Она продолжается непрерывно, с акцентом на индивидуальный подход к каждой семье. Приемы граждан, во время которых районные власти нацелены именно на такой алгоритм взаимодействия, проходят в администрации Ленинского района 17 ноября. Скоро новоселом станет и жительница улицы Галактионовская Римма Петрова. Она переедет в квартиру, которая находится также в историческом центре. Подробности далее. Жительница Самары Римма Петрова пакует чемодан и готовится справлять новоселье. Римме Васильевне 85 лет, половину из которых она прожила в доме номер 127 по улице Галактионовской. Сейчас он оказался на пути строительства станции метро Театральной. Римма Петрова рассказывает, ситуация расселения сталкивается не в первый раз. С рождения она жила на улице Рабочий, а когда стали строить мемориал Ленина, их дом снесли. После окончания института Римма Васильевна уехала во Владивосток, где прожила 18 лет. Но заскучала по Самаре и решила вернуться. Как партийному работнику ей дали тогда трехкомнатную квартиру на Галактионовской. Сейчас она подлежит изъятию. Оценкой трехкомнатной квартиры на Галактионовской специалисты занялись весной текущего года. Деньги поступили на счет без задержек. На средства компенсации Римма Васильевна подыскала равноценную квартиру, также с тремя комнатами на Красноармейской. Квартира хорошая, также на третьем этаже трехкомнатная. Новый вариант, чем понравился, что это рядом с дочерью, потому что дочь живет на углу Арцебушевской и Красноармейской с мужем. Римма Васильевна говорит, торопится переехать, ведь под окнами развернулись масштабные работы. Идет разработка стартового котлована для новой станции метро. Работы производят с опережением графика. Глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннелепроходческий комплекс, должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Сейчас рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована, удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. В стадии крепления последний, третий пояс. На стройке трудится около 150 человек, а когда начнутся основные работы, количество строителей увеличится до 400-450 человек. Трудностей с финансированием нет. Во время проведения всех циклов работ, особенно в период подземной проходки механизированного комплекса, те здания, которые находятся рядом со строящимся метро и не подлежат демонтажу, будут мониториться в круглосуточном режиме с помощью автоматизированных комплексов. Они снимают до полутора тысяч показаний в сутки. Сейчас такие комплексы уже работают, например, на зданиях в районе строительства по улице Галактионовской и на здании Самарского академического театра оперы и балета. Датчики показывают, что все в норме. Специалисты также отмечают, что еще при проектировании метро акцент был сделан на том, чтобы минимизировать зону расселения домов и изъятия имущества. После монтажа начнется проходка счета. В этот период никто не должен оставаться в домах. 212 жилых помещений, принадлежащих собственникам, и 73 помещения, которые были предоставлены горожанам по договору социального найма, необходимо отселить. В частности, жилье по найму эксплуатирует 287 человек. По 53 помещениям, которые занимают более 150 горожан, информация была актуализирована к концу минувшей недели. Проведена адресная работа. Среди проживающих в 53 помещениях порядка 50% граждан высказали пожелание остаться в историческом центре, а именно в Ленинском районе. Также в качестве альтернативы назывались железнодорожные и Октябрьские районы. Шесть семей согласны переехать в Куйбышевские, Промышленные или Кировские районы. Что касается собственников жилья, то к настоящему времени с ними заключено 82 соглашения, в которых фигурирует 114 человек. Региональным министерством строительства и средств, предусмотренных в соответствии с заключенными соглашениями, собственникам выплачиваются денежные средства без обязательного целевого использования. То есть человек может свободно ими распоряжаться, купить жилье, либо израсходовать деньги по своему усмотрению в зависимости от личных нужд. Потратить, например, на покупку автомобиля. Для того, чтобы начать работу, фактически нужно освободить площадку от занимаемых строений, на которые влияет строительство метро. То есть те здания, которые по техническому состоянию находятся в аварийном состоянии на текущую дату, они должны быть снесены. После завершения строительства первой ветки метро и водо-эксплуатации станции театральный интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно пользуясь подземным общественным транспортом. Андрей Горгуленко, Виктория Шары, Николай Сидоров. События. Для поддержки военных, что защищают рубежи страны, в Самаре прошел благотворительный форум, организованный Общественным фондом «Звезда Элира». Различные тематические площадки были развернуты в окружном доме офицеров. Гостем форума стала и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем следующем материале. Сшить балаклау своими руками, научиться первой медицинской помощи, попробовать блюда полевой кухни и написать письмо военным. Все это могли сделать гости благотворительного форума в поддержку Самарского батальона, организованного фондом «Звезда Элира». Мы работаем на протяжении практически восьми месяцев. У нас накопился огромный опыт работы. Мы объединяем огромное количество людей. И сегодняшний форум – это для того, чтобы больше людей ознакомить с нашей работой. Опять же, объединение тех. Семьи мобилизованных могли проконсультироваться, какими мерами поддержки они могут воспользоваться. Для них прошла и встреча с психологами, где обсуждали вопросы, связанные с оказанием помощи гражданам в связи со специальной военной операцией. Правительство выходит с инициативой о необходимости сейчас объединить, прежде всего, специалистов, которые обладают экспертизой и психологической поддержкой всем гражданам нашего региона и страны в целом. Мы договоримся об алгоритмах, о поддержке друг друга, прежде всего, потому что сейчас очень важно объединиться всем психологам в межведомственном взаимодействии. В работе форума приняла участие и глава Самары Лена Лапушкина. Также на форуме был открытый пункт сбора гуманитарной благотворительной помощи, которая станет частью Самарского гуманитарного конвоя. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. В промышленном районе города прошла встреча с женами и матерями мобилизованных самарцев. Глава района Данил Морозов поздравил женщин с Днем матери и выслушал их вопросы, в решении которых требуется помощь. Напомню, что каждое обращение родственников мобилизованных самарцев, будь то бытовая проблема или более весомый вопрос, сейчас на контроле у властей города. В Самаре работают над созданием социального паспорта каждой семьи военнослужащего, а за родственниками закреплены сотрудники администрации или соцработники, которые постоянно находятся на связи с семьями мужчин, призванных вооруженной силой России. За каждой семьей закреплен работник, социальный работник. Также у нас есть актив, в котором участвуют, принимают участие жены военнослужащих, мобилизованных. Мы на постоянном, каждодневном находимся в контакте и решаем, помогаем всех вопросов, проблем. Синергия искусств. В Самаре впервые представили концертную программу с элементами ледового шоу «Вертикаль времени» Высоцкого. Представление проходило на площадке Дворца спорта и было приурочено к памятной дате. Подробности в нашем материале. Лед и сцены, фигурное катание, элементы фаер-шоу, живой оркестр и акробатика – все это объединило в себе концертная программа, приуроченная к юбилейной дате выступления Владимира Высоцкого. Прошло ровно 55 лет со дня первого большого концерта Владимира Семеновича, который состоялся именно здесь, в городе Куйбышев. Концерт грандиозный сегодня. Я его ждал, скажу честно, 55 лет. Потому что я был на концерте вот на этом, Дворце спорта, в старом здании, когда мне было 12,5 лет. Я помню прекрасно этот концерт. И Дворец спорта, чем славен наш город, что это был первый Дворец спорта в жизни Высоцкого вообще. И до сих пор это первый концерт сольный. В 1967 году Владимир Высоцкий впервые за свою карьеру выступил перед такой многочисленной аудиторией. Современники рассказывают, мест в Куйбышевском Дворце спорта не хватало. Зрители сидели даже в проходах. Настолько людям полюбилось творчество Барда. И они хотели увидеть его выступление вживую. Тема его песен и стихов актуальна и по сей день. Концерт «Вертикаль времени Высоцкого» собрал полные трибуны зрителей. Творчество абсолютно точно актуально, потому что Владимир Семенович великий поэт. И он не только поэт своего времени, он поэт России, русской души. И все, что в его стихах, его песнях, его творчестве отзывается, вы видите. Да и сегодня это видно было не только у людей моего поколения, старшего поколения, но и у совсем юных граждан нашей страны, которые сегодня были на этом замечательном действии. Мне кажется, все получилось. Я рад, что это понравилось и землякам. Собственно, мы и задумывали это все, конечно, для жителей Самарской области. Творчество великого Барда вдохновляет деятелей искусства и по сей день. Концертная программа «Вертикаль времени Высоцкого» показала, что объединить танцы на льду, акробатику и симфонический оркестр возможно. Главное – наличие правильной основы. Ею стало творчество Владимира Высоцкого. Я рад тому, что этот дворец носит имя отца моего. Мне кажется, вот такая форма, что это соединение льда и концерта. Я очень осторожно к этому относился. Я был не уверен, что получится, но на мой взгляд, получилось убедительно. Этого никто никогда не делал с Высоцким. В этот вечер на сцене Самарского дворца спорта песни Владимира Высоцкого исполнили знаменитые артисты. Никита Высоцкий, Нонна Гришаева, Александр Домогаров, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев и многие другие. Номера фигуристов стали иллюстрацией текстов барда. Некоторые выступления стали по-настоящему зажигательными. Лед горел в прямом и переносном смысле. Ледовый концерт «Вертикаль времени Высоцкого» открывает череду событий, посвященных юбилею великого исполнителя. В следующем году Владимиру Семеновичу исполнилось бы 85 лет. Александра Гусева, Константин Головин. События. В Самаре подвели итоги диктанта победы и конкурса на лучшие городские школьные музеи. Почему важно помнить уроки истории и кому достались дипломы победителей в этом году в нашем сюжете. Начальник управления Росгвардии по Самарской области Александр Ясауленко получает диплом победителя за диктант победы за своего коллегу, который сейчас находится в зоне проведения СВО. Говорит, с таким замполитом можно быть спокойным. Каждому человеку важно знать историю своей страны и в особенности период Великой Отечественной войны. Конечно, я безмерно рад, что вот это почетное звание и вот эти награды получает мой заместитель по воспитательной работе. Это говорит о том, что замполит на месте, это говорит о том, что замполит действительно на своем месте и может и должен доводить до личного состава всю правду о Великой Победе в Великой Отечественной войне и, конечно, служить примером для всех подрастающих поколений. Диктант победы проводится четвертый год. Число участников неизменно растет. В этом году испытания прошли 1 миллион 600 тысяч человек во всех регионах России. По количеству мест, где можно было написать диктант, регион занял четвертое место, а по числу участников – третье. Ежегодно жители региона проходили на федеральный уровень. В этом году победы только региональные. Среди лауреатов и школьники. Диплом победителя даст им дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Сегодня же подвели результаты конкурсов на лучшие школьные и городские музеи. Лучшим среди сельских стал музей в Южном городе, а среди школьных – музей при восьмой школе Новокуйбышевска. Когда сами школьники работают в музее, ездят в поисковые экспедиции, обрабатывают документы, сидят в архивах, участвуют в формировании экспозиции, они совершенно по-другому начинают воспринимать события и истории. Это становится их личным делом. И вот такое вовлечение через музей ребят в просветительскую историческую работу мне кажется очень-очень важным. Музей, занявший первые места в конкурсе, получит по 500 тысяч рублей в виде целевых грантов, занявшие вторые и третьи места – по 300 и 250 тысяч рублей соответственно. На эти средства они смогут провести цифровизацию, к примеру, сделать оцифровку документов и фотографий. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Стройные зеленые из леса к нам пришла. Самарские парки начали украшать к новогодним праздникам. Где и как скоро появятся новогодние ели, расскажет Александр Гусева. Установка новогодней елки – многовековая традиция, поскольку нарядная красавица – главный символ новогодних праздников. Каждый год в Самарские городские парки привозят зеленые сосны, специально выращенные для украшения общественных пространств. Мы сами ходим и выбираем уже пятый год подряд елки, сосны. Как раз вот в этом лесном хозяйстве должны быть они и внешне хороши, должны быть они и пригодны к транспортировке, то есть они не слишком размашистые должны быть. Ну, разные факторы, которые обязательно мы учитываем, когда проводим заготовку. В этом году из Новобуянского лесничества прибыло пять пятиметровых деревьев, которые будут установлены в парках Воронежские озера, Молодежном, Гагарина, Щерса и сквере Дувовой рощи. Установка началась сегодня, и в ближайшее время монтаж завершится, а вот украшать новогодние елочки игрушками и иллюминацией будут до 10 декабря. Воронежские озера – первый парк, в который сегодня привезли живую елку. Несмотря на то, что она здесь одна, местные жители довольны. Ведь в этом году в парке произошли ощутимые изменения. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в рейтинговом голосовании эта территория оказалась среди лидеров. За преображение Воронежских проголосовало более 23 тысяч самарцев. Поэтому этот Новый год будет особенным для жителей близлежащих домов. Напомним также, что в текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик приобрел и парк «Молодежный». Он занял первое место в голосовании, благодаря неравнодушию почти 26,5 тысяч жителей. В этих двух парках завершились первые этапы благоустройства. С 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе 63.городсреда.ру проходило голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В Самаре в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек. Объектами-лидерами за благоустройство в 2023 году стали парк «Молодежный», сквер «Самарец» и «Ерик-парк». Пока же работа продолжается в части новогоднего декорирования городских территорий. Причем в парке имени Юрия Гагарина в этом году установят сразу две елки – искусственную в районе катка и живую сосну вблизи колеса обозрения. С тех пор, как появился этот аттракцион, началась традиция украшать парк и в этой локации. Мы чаще всего бываем в парке Гагарина. Конечно, зимняя иллюминация поднимает настроение, особенно когда солнышко так редко нас посещает. Специалисты напоминают о необходимости бережного отношения к элементам новогоднего декора. И поясняют, сотрудники со всей душой подходят к новогоднему оформлению территорий. Однако некоторые отдыхающие считают необходимым забрать частичку новогоднего парка к себе домой, чем расстраивают других посетителей и персонал. Не смущают ни заграждения, ни информационной таблички, ни камеры наблюдения. Конечно, в последние годы таких случаев стало меньше, но все же восстанавливать коллекцию елочных украшений приходится. Докупают шары, а также те недостающие элементы светодиодной и новогодней иллюминации, которые вышли из строя в процессе прошлогодней эксплуатации и не подлежали ремонту. Парковые елочные комплексы до конца января будут радовать взоры горожан и гостей региональной столицы. Хвой сосен, срубленных в такую погоду, как сегодня, как правило, не желтеет. В дальнейшем живые новогодние деревья снимут с крестовин и отправят на утилизацию. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Имя легендарного советского разведчика получил сквер в районе дома номер 62 по улице Красноармейской. Рудольф Абель, настоящее имя которого Вильям Фишер, был связан с областной столицей. Он жил в Куйбышеве с 1941 по 1943 год, преподавал в разведшколе, готовил радистов для заброски в немецкий тыл и участвовал в радиоиграх советской разведки с целью дезинформирования врага. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила Российское военно-историческое общество за ту большую работу, которая проводится для увековечивания памяти о выдающихся людях и событиях в истории страны. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в своем телеграм-канале разъясняет, что такое гостевой режим. Это вид помощи детям, находящимся в организации для детей-сирот. Особая форма близкого, дружеского общения детей и взрослых. Также это прекрасная возможность ближе познакомиться с ребенком перед оформлением опеки или усыновления. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок, от 1-2 дней до 1 месяца. Обычно это выходные или каникулы. Длительность, периоды, конкретные сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если у ребенка есть брат или сестра, то дети передаются все вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнение и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. До 28 февраля в стране продлится всероссийская акция «Безопасность детства». Она призвана реализовать комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними и направлена на объединение усилий всех заинтересованных структур и гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми. Акция «Безопасность детства» проводится с 2018 года по инициативе Института уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Рассказать детям об опасностях, которые их поджидают, оградить их от гибели и травматизма – одна из главных задач не только родителей, но всех субъектов профилактики. Ведь безопасность детей в наших руках, пишет телеграм-канал Кировского района Самары. Ушел из жизни Василий Колдашов, ведущий оператор телеканала «Самара ГИС». Ему было 54 года. За годы профессиональной деятельности он прошел все ступени мастерства операторской профессии. Работал и на федеральном канале, и в «Горячих точках». Его последняя должность – ведущий оператор телеканала «Самара ГИС». Вместе с коллегами мы выражаем соболезнования родным и близким Василия Витальевича и вспоминаем, каким мы его знали. Я, например, помню, у нас был чемпионат мира в свое время. И когда вот это все начиналось, ну, грубо говоря, он на лист стоял штырьком посередине поля и говорил, вот это будет середина поля, да. А потом потепенно вот это начиналось там расти, 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 расти. И потом появился опекенный тренинг. До сих пор не верю, что Вася ушел. Еще буквально две недели назад мы писали передачу за кадром, где сидели с ним. Он был очень веселый человек. И в кадре мы, конечно, были с ним серьезные, но за кадром, конечно, это был смех. Мы раз пять-семь начинали только эту передачу писать. И до сих пор не верится, что завтра он не придет на работу. В горячих точках и на концертах, на соревнованиях и в зале правительства. Он везде был на своем месте и уверенно выполнял свою работу. И так 27 лет. Профессия дала Василию Кулдашову возможность объехать всю страну, но требовала полной самоотдачи. И Василий был безотказен. Ему пришлось освещать и высокие государственные визиты, и чрезвычайные ситуации. И где бы он ни работал, в здании Госдумы России, на базе дальней авиации «Энгельс», на ликвидации последствий взрывов на арсеналах в Ульяновске или Колтубановке, в театрах, школах, парках и дворах родной Самары, Василий всегда был собран и выполнял самые разные поручения. Его работа была отмечена благодарностью президента России Владимира Владимировича Путина за большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный в освещении тем широкой общественной значимости. Для меня он не был начальником, он был старшим товарищем. Товарищем, к которому можно обратиться по любому поводу. И отпуск сдвинуть, куда-то там отпроситься вечером по делам. То есть он всегда в любом вопросе шел на встречу. Ну, у меня просто нет слов. На одну из первых съемок самостоятельную, вот именно там, я поехал с Васей. Для него была первая съемка на ГИСе, для меня, в принципе, была первая съемка профессиональная. Вот. И еще, наверное, тогда, вот прям в первый же день, почувствовал какое-то вот спокойствие, какую-то уверенность, которая вот от него исходила. И съемка-то прошла вполне легко, при том, что там какие-то были проблемы, мы там то ли не туда приехали, то ли что-то еще. Оператор информационной службы – особая профессия. Она требует умения носить официальный деловой костюм на протокольных мероприятиях с участием первых лиц и хорошей физической подготовки, ловкости и смелости для съемок в подземных бункерах, на крышах небоскребов, коровниках, котельных. Как никто другой, он был способен запечатлеть красоту и великолепие родной Самары в объективе камеры, находясь на земле или снимая живописные пейзажи с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера. Василий был готов к работе в любой день недели, в любой праздник, в любую погоду. Мы сегодня потеряли не просто коллегу, мы потеряли друга, душу компании, человека с огромным стержнем внутри. Васю я знаю более 20 лет. Даже в каких-то житейских моментах кто первым поздравит с днем рождения, с 8 марта, с Новым годом – это Вася. Наверное, каждому из нас Вася запомнился большим профессионалом, человеком, которых сейчас, к сожалению, мало остается на телевидении. Терпение и сил родные. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова